Обращайтесь к Господу и добро пожаловать на нашу радиопрограмму о чудесах Божьих. Сегодня мы начинаем нашу третью часть нашей радиопрограммы. Сегодня мы разговариваем с Карбелой Стивен о том, как открыть Господа в нашей жизни, как сделать Его приоритетом. И сегодня она продолжает тему прошлой радиопрограммы о женщине, которая была вознаграждена за то, что она помогала людям, служившим Богу, за то, что она расставила правильные приоритеты и награду, она получила ребенка, о котором она мечтала. И эта женщина не говорила, что я не буду убирать эту комнату, потому что ты недостойна меня, или я не буду делать что-то другое. Она все сделала, она все убрала, она поставила свечи на стол, и она хотела помочь людям, которые служат Богу. И он услышал ее, он задумался о том, что же нужно ей, и проник в ее душу, и постарался помочь, что нужно ей. У нее не было ребенка, и она потеряла всякую надежду, что у нее когда-либо будет ребенок. И Ириша позвал свою ее прислугу, который общался с ней, который мог знать, что же ей нужно, и спросил, какие у этой женщины проблемы. И он сказал, она очень расстроена по поводу того, что у нее нет детей. Но когда он позвал ее и спросил, что же тебе нужно, она сказала, что все у меня хорошо, что все в порядке, я рада помогать людям, которые служат Богу, я делаю все это с радостью. Но тогда Господь попробовал обратиться к Ирише, чтобы он проник в ее душу и узнал, что же ей нужно. И он узнал, что у нее нет ребенка, что она бездетна. И вы знаете, как сильно страдают люди, у которых нет детей, какую боль это им причиняет физически. И мы знаем, сколько времени такие люди проводят в слезах. И когда они теряют надежду, они отчаиваются, что кто-либо может помочь им. Так же и здесь. Когда он узнал, что эта женщина уже стара, что ее муж очень стар, и они попробовали что-то сделать, сказать, что можно для нее сделать. Но что она сделала? Она пустила Бога к себе в душу. Она поверила. И тогда Господь обратился к ней и к ее проблемам, к ее ожиданиям, или к надеждам, которые уже утеряны. И тогда он решил, что она должна быть вознаграждена за все, что она делает, за то, что она верит в Господа, за то, что она обратилась, за то, что она позволила войти в ее душу. И за это он ее вознаградил тем, что она получила ребенка, о котором она не смела мечтать. И в этом случае, когда она заслужила то, что она получила, это так же, как в нашей первой программе, как вы помните, было с питью хлебами и с рыбой. Когда люди услышали Слово Божье, когда они обратились сначала к Господу, а потом уже Он пошел навстречу их желаниям и накормил их. Это случилось чудо, это случилось невозможное, когда столько еды появилось из пяти батонов и из одной рыбы. Точно так же и здесь, здесь появился ребенок, у женщины, которая служила Господу. И разве можно сравнить то, что она сделала, то, что она приготовила комнату, то, что она зажгла свечи, с тем, что она получила взамен. Слушайте Господу, ищите Господа, обращайтесь к Господу, и то, что вы делаете для Него, Он вам воздаст не в равных количествах. Он вам воздаст в сотни раз больше, чем вы сделали для Него. Он увидит ваши нужды, Он увидит ваши проблемы, Он обратит на них внимание, Он поможет разрешить их для вас. И мы должны быть уверены с самого начала, если мы действительно искренне, если мы действительно искренне в своей вере, в своем поиске, что мы будем вознаграждены. Господь никогда не оставит у нас долгу, Он никогда не бывает долгу. Он всегда приумножает и преувеличивает все, что Он нам дает, в много раз больше, чем даем Ему мы. И мы видим все Его воздаяния ярко на примерах, все эти чудеса Божьи на примерах о том, как женщина получила ребенка взамен на то, что она убрала в комнате. Ребенка, о котором она так мечтала, или пять корзин хлебов, которые, две корзины больших хлебов, которые появились из пяти корзин, и люди были накормлены. Это тоже чудеса Божьи. Поэтому мы должны об этом помнить, что это действительно было, и это происходило. И давайте обратимся к Евангелию от Марка, глава 15, стихи 33, 47. В шестом же часу настала тьма по всей земле, и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Элои, Элои, лама Савахвани, что значит, Боже мой, Боже мой, а для чего ты меня оставил?» Некоторые, стоявших тут, услышав Гаврили, «Вот Ильи зовет». Один побежал, наполнил губ к уксусам и наложил на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, спустил дух. Из-за веса в храме раздалась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидел, что он так возгласил, и спустил дух, сказал, «Истинно, человек сей был Божий Сын». Были тут и женщины, которые смотрели издали. «Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Юакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые тогда, как он, был Галилея, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалиме». И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой. И пришел Иосиф из Аримафии, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божьего. Осмелился войти к Пилату и просил тела Иисуса. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил ему, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он купил плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень в двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифова смотрели, где его полагали. И далее Евангелие от Марка, глава 16, стихи 1, 13. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходит ко гробу, превосходит солнце. И говорят между собою, «Кто отвалил нам камень от двери гроба?» И взглянул, видит, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облаченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, назырянина, распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскрес рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалини, из которой изгнал семь весов. Она пошла и восхитила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они услышали, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, восхитили прочих, но и им не поверили. Итак, что же случилось с телом Иисуса? Иисус воскрес после того, как Он был распят, после Его мертвое тело воскресло. Давайте посмотрим, что же произошло. Что же было с этими людьми и с женщинами, которые следовали за Ним? И мы читаем в главе 15 стихах 40-41, что были здесь женщины, которые следовали за Ним. Это и Мария Магдалина, и Мария Мать Иоакова Меньшего, и Осия, и Соломия. И они следовали за Ним повсюду. И тут были и мужчины. И они следовали за Ним при Его жизни, во время Его учения. И они были всегда с Ним. И они последовали за Ним в Его последний час. И мы видим, что этих людей было немного. Так как во время Его учения, во время Его жизни за Ним следовало очень много людей. А здесь были люди, которые следовали за Ним и во время суда, и во время распятия, и последовали за Ним на крест. И это наиболее верные, наиболее преданные Его люди, которые верили Ему, и их ничто не остановило. И это очень болезненно видеть человека, которому ты доверяешь, за которым ты идешь, и что с Ним такое происходит. И эти люди следовали за Ним. И стояли у креста, и даже смотрели. И даже после Его смерти они думали о том, как позаботиться о Его теле. И мы видим, что Иосиф, после Его смерти, Он пошел к Пилату и попросил Его тело отдать Ему. И обвил Его плащаницу и положил в гроб. И привалил камень к гробу. То есть это был Его верный друг, верный слуга, который следовал за Ним до креста, и потом заботился о Его теле. И эти женщины, которые стояли там, и которые потом купили ароматы, чтобы идти помазать Его. Мы видим, насколько сильно они были преданы Ему. Насколько сильно они были преданы Ему при жизни и преданы Ему после смерти. Хотя они очень устали, потому что они стояли там длительное время. И они были изнемождены, но они стояли до конца, они были там рядом, они были верны своему Иисусу. И придя рано утром, на восходе солнца, они думали о том, как же им войти туда, кто же им поможет отвалить такой большой тяжелый камень. Потому что они не смогут это сделать сами. А камень был очень велик. И когда они подошли туда, они увидели, что камня нет, что камень отвален. И кто бы мог это сделать, они тоже не могли предположить. И это было также очередное чудо, потому что невозможно отклонить большой тяжелый камень. И я думаю, что в жизни каждого есть такие камни, которые человек думает, что он не в состоянии сдвинуть, не в состоянии открыть какой-то вход. Но получается так, что Господь это делает, делает для него, чтобы он вошел, чтобы он мог что-то увидеть, сделать то, к чему он стремится. Но своими силами он этого сделать не может. Поэтому наша задача — искать Господа, искать и впустить Его в свою душу. А Его работа уже — открыть этот камень, сдвинуть этот камень, который мы сдвинуть в несостоянии. Это Его работа — сдвинуть этот камень для нас, а не наша. А наша работа — найти Господа и позволить Ему войти в нашу душу, поверить Ему. Поверить в то, что Он действительно может помочь нам в такой сложной ситуации, в которой мы сами справиться никак не сможем. У нас не хватит сил, у нас не хватит физических сил, чтобы сдвинуть такой огромный камень. У нас не хватит моральных сил, чтобы сдвинуть какую-то ситуацию в жизни, с которой мы действительно не можем справиться сами, без помощи свыше. Мы видим на этих примерах, что никто не мог помочь бездетной матери, чтобы у нее появился ребенок. Никто не мог помочь накормить голодных людей в пустыне, где ничего не было. Никто не мог отодвинуть надгробный тяжелый камень. Но Господь это мог сделать. Поэтому это чудеса Божьи, которые только Господь может делать. И Он может это делать для нас. И мы должны ждать этого, и мы должны молиться об этом, и мы должны служить Ему. И нам будет вас во много раз больше, в сотни раз больше за то, что мы служим Господу. Поэтому центр нашего внимания должен быть Господь, наше служение Ему. А мы – это центр Его внимания. Что сделать для нас, как служить нам и как помочь нашим проблемам, с которыми мы не можем справиться самостоятельно. Господь показал нам на примере Своего Сына Иисуса в самом начале Евангелия, как женщина последовала за Ним, как Марина Магдалина последовала за Ним и последовала до самого конца, как она была с Ним рядом на кресте, как она была верна за помощь Его, за то, что Он помог ей в начале. И за ваше доверие вы получите награду от Господа. Обращайтесь к нам, пишите нам на тот же прежний адрес, почтовый ящик 966, Гоушен, Нью-Йорк, Гоушен произносится G-O-S-H-E-N, Нью-Йорк, 1-0-9-2-4, Соединенные Штаты Америки. Или обращайтесь на наш электронный адрес, наш имейл, Godwondesradio. Обращайтесь к Господу, молитесь к Господу, и мы надеемся, что Он нам поможет. И мы надеемся, что Вы также будете с нами в нашей четвертой и заключительной программе, в которой мы будем говорить о Царствах Божьих. И Вы узнаете, для чего же все-таки нужно искать Царство Божие, и почему нужно открыться и впустить Его в свою жизнь. Да благословит Вас Господь, оставайтесь с Ним и с нами. Добрый день. Обращайтесь. Добрый день. Добрый день. На нашей радиопрограмме о чудесах Божьих. Мы с Вами встречаемся на нашей четвертой и заключительной радиопрограмме. Ищите Царство Божие и обращайтесь к Богу своими проблемами. Ищите Господа. Обращайтесь к Господу. И давайте вместе послушаем. Мой лозунг – служите Господу, помогайте, ищите Господа, и Он будет делать для вас то, что вам необходимо, то, в чем вы нуждаетесь. Что делаю я? Я ищу Господа, я обращаюсь к Господу. Я обращаюсь к Господу в своих молитвах, я обращаюсь к Господу в своих трудах. И что делают другие, которые также ищут Господа? Они идут к Нему, они пытаются найти Его, они идут к Нему со своими проблемами. И Он им дает привилегию быть услышанными. Он им дает привилегию и возможность получить от Него помощь и поддержку, когда они нуждаются в Ней. И люди, которые обращаются к Господу, они получают привилегию увидеть Его. Они получают привилегию услышать Его Слово, Его учения, и нести Его дальше. Они получают привилегию учить Слово Божьему других. И люди, которые обращены к Господу, у которых есть какие-то проблемы физические, эмоциональные, материальные, они не могут разрешить эти проблемы, и они получают эту возможность, эту помощь от Господа. Вы помните, как Господь отодвинул камень? Камень, который не смог бы сдвинуть с места ни один человек. И этот камень может быть переносным в смысле жизни, в судьбе каждого из нас. И когда мы не можем сдвинуть камень с места, но мы мыслями своими обращены к Господу в своих молитвах, в своих эмоциях, то Господь приходит к нам на помощь и сдвигает этот камень для нас, для любого, кто обращен к Нему, кто ищет Его, кто хочет услышать Его, кто хочет получить... Когда человек чувствует себя очень плохо, когда он эмоционально измерен, истощен, когда он чувствует одиночество, тогда Господь приходит ему на помощь, если этот человек просит помощи, если он обращен к Господу в своих молитвах, если он впустил Господа в свою душу. Тогда Господь может повлиять на эту жизнь, повлиять на какую-то плохую ситуацию, послал своих ангелов на помощь этому человеку, этому Божьему слуге. Он посылает ангелов, и ангелы помогают ему справиться с этой ситуацией. И уходит одиночество, уходят слезы, уходят скорби, уходит депрессия. И если человек нуждается в лечении, но он нуждается в лечении не медицинском, а в лечении эмоциональном, тогда Господь приходит и заботится не только о теле, но и о душе. И с помощью исцеления души, исцеляется тело, исцеляются проблемы, уходят проблемы, уходят скорби. И человек начинает прославлять Господа. Он уже больше не находится в состоянии депрессии. Депрессия уходит от него. И приходит радость. И это полное изменение, которое происходит в душе человека от скорби до радости. Она происходит только благодаря тому, что человек обратился к Господу, что Господь взял шефство над его мыслями, над его душой. Он понял, что человеку нужно. И Он помог ему. Он послал ему свое исцеление. И теперь Он уже больше не скорбит. Теперь Он только наслаждается, радуется и прославляет. И мы ищем Царство Божие, и мы должны Его искать. И мы должны искать справедливости. Мы должны искать Бога. Мы должны искать Бога в себе. И это должно быть целью, нашей самоцелью, то, что мы ищем Господа. Это не значит, что мы должны ходить от церкви к церкви и спрашивать, где же Господь, где же Царство Божие. Мы должны найти Его в себе. Мы должны найти, примириться и услышать Его в себе. И тогда, когда мы обращаемся к Господу, Он слышит нас, когда мы пришли к Нему. Именно к Нему в своих мыслях, в своих желаниях. Тогда Он нас слышит, тогда Он обещает нам, обещает нам помочь с нашими проблемами. Он обещает и гарантирует. Он гарантирует так, как не может гарантировать ни один человек на наших просьбах. И Он исцеляет нас. И с разными просьбами обращаются люди к Нему. У кого-то нет ребенка, у кого-то нет семьи, у кого-то нет работы, у кого-то просто негде жить. И тогда, каким людям следует сказать, попытайтесь, попытайтесь найти Господа, и вы увидите, что произойдет. Ищите Царство Божие. Пускайте Господа в свою жизнь, в свою душу. И тогда вы забудете то, что вам нужно разрешать проблемы. Тогда Господь будет решать ваши проблемы для вас. И только когда Господь входит в нашу жизнь, Он понимает, какие у нас проблемы. Какие наши нужды? Что Он может сделать для нас? Как Он может помочь и разрешить эти проблемы? И Он, только Он может сделать это. И Он может исцелить. Он может помочь. Он может помочь тем, чем не могут помочь нам люди. Чем мы не можем справиться сами. Отчего мы не можем исцелиться сами, без Его помощи. Он может наладить какие-то ситуации, какие-то отношения. И это действительно происходит с теми, кто впускает Господа в свою жизнь. И Господь любит нас. Он любит нас в наших молитвах. И Он любит, когда мы обращаемся к Нему за помощью. И Он слышит нас. И если вы молились о чем-то и просили о чем-то раньше или позже, будьте уверены, что вы услышаны, что Господь слышал вас. И Он обязательно поможет вам. И Он обязательно обратится к своим взорам, к вашим проблемам. И Он уделит вам внимание и обязательно поможет разрешить проблему таким образом, каким это будет лучше для вас. И мы обращаемся к посланию к филиппинцам, глава 4, стихи 18-19. И мы еще раз пытаемся понять, как Господь помогает нам, как Он помогает решить проблемы через наши молитвы, через наше обращение к Нему, через наши просьбы к Нему. И как это бывает. Давайте прочитаем вместе эти стихи и поймем, как получают от Господа благодарные люди. «Я получил все, и избыточествую. Я доволен, получив от Эпофродита, посланная вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да воспоминет всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисуса». Прочитайте эти стихи еще раз и обратитесь к Господу в своих молитвах, прося Его помочь вам, прося Его помочь вам разрешить то, с чем вы не можете справиться, помочь разрешить какие-то ваши насущные проблемы, которые тяготят вас, которыми вы не можете справиться без Его помощи, без Его поддержки. Не нужно скорбить о своих проблемах. Не нужно считать их неразрешимыми. Обратитесь к Господу. Позвольте Ему разрешить ваши проблемы. Мы можем сравнить себя с ребенком, который будет волноваться, что ему завтракать, что ему кушать сейчас, что ему кушать на обед, на ужин. Но позвольте этому ребенку обратиться к своей матери, и мать решит эти проблемы для него. И он получит свой завтрак, и он получит свой обед, и он получит свой ужин. Ему не нужно думать об этом, где его достать, как его приготовить, потому что это сделает для него его мать. Точно так же мы, дети Божьи, если мы не можем справиться со своей проблемой, мы должны отпустить ее на волю Божью. И Господь будет решать эту проблему за нас, для нас. И если мы обращаемся к Нему, и мы действительно молимся искренне, и мы действительно хотим, чтобы Господь помог нам разрешить, Он обязательно услышит нас, и Он обязательно разрешит это для нас. И чтобы исцелиться, и чтобы получить что-то, мы должны искать Царство Божие. Мы должны искать исцеление от Господа. И Господь слышит нас. И точно так же, как ребенок, Он не знает, что Ему нужно. У Него есть какие-то желания, но Он не знает, как правильно расставить приоритеты, как обратиться, куда обратиться, к кому обратиться. И Его родители, Его мать, они знают, что нужно Ему в данной ситуации, как помочь Ему, чтобы проблема ушла. Точно так же и мы. Если мы ищем Царствие Божие, если мы ищем чудес Божьих, мы должны полностью доверить свою жизнь, и мы получим то, что мы хотим. Мы получим помощь, мы получим подсказку, как нам действовать, как нам решать что-то, как нам вести себя в той или иной ситуации. И это мы получаем от Господа, от того, к кому мы обращаемся в своих молитвах. И когда мы получаем подсказку, и когда мы уже с помощью Господа мы действуем правильно, и мы получаем разрешение каких-то проблем, тогда мы обращаемся в своих благодарственных молитвах. Тогда мы прославляем Господа. Тогда мы говорим, как мы благодарны Ему за помощь, за исцеление, за подсказку, так или иначе разрешить какую-то проблему. И в этом восхвалении, воспевании Бога за Его помощь, мы становимся еще ближе. Мы снова открываем себя Господу. Мы снова пускаем Его. И Господь видит, что мы услышали, что мы увидели, что мы сделали так, как нас наставляет Господь. И Он снова и снова приходит нам. И если что-то случается у нас, и если что-то тревожит нас, если нам чего-то не хватает физически, или мы что-то не понимаем, нам нужна помощь в наших мыслях, направить наши мысли, или мы нуждаемся в еде, или мы нуждаемся в одежде, или мы не знаем, как дальше вести себя в той или иной ситуации, мы должны закрыть глаза, мы должны обратиться к своей молитве Господу и сказать, Господи, я ищу Тебя, я ищу Царствие Божие, я ищу разрешение какой-то проблемы. Господи, помоги мне, наставь меня, помоги мне решить это. Направь мои мысли так, как они должны, так, чтобы я мог понять, как мне действовать дальше в той или иной ситуации. И вы увидите, что произойдет. Вы увидите, как сила Божия спустится к вам. Вы увидите, как помощь приходит к вам, и как ситуация разрешается вашу пользу. Вы четко увидите, что вам нужно делать, как вам нужно действовать в той или иной ситуации. И каждый из нас, кто обращается к Господу, и он говорит, Господи, я ищу Тебя, я ищу Тебя, чтобы впустить все души, я ищу Царствие Божие. Я прошу Тебя, приди ко мне. Я прошу Тебя, прости меня. Прости меня за все, что я делал не так. Дай мне справедливости. Я хочу услышать, я хочу получить справедливость Божию. Я хочу, чтобы мой Господь обратился ко мне и убрал камни с моей дороги и убрал тяжелый камень, который я не могу поднять. И каждый, кто ищет Господа, он получает Его благословение и получает помощь, которая с помощью сердечных сил убирает все камни с нашего пути. И мы благодарим Господа, мы благодарим Его за то, что Он пришел к нам, за то, что Он услышал нас, за то, что Он сдвинул этот неподъемный камень с нашего пути, что мы никогда бы не могли получить то, что мы получили с Его помощью. Молитесь Господу, молитесь Иисусу, молитесь Сыну Вужьему, и Он придет к вам, и Он услышит вас, и Он уберет все камни с вашей пути, и вы будете исцелены, и вам помогут, и ваша жизнь наладится. И все, кто служит Господу, все, кто обращается к Господу, все получат помощь, все получат исцеление, и камни будут убраны с вашей дороги. Пожалуйста, обращайтесь к нам, пишите к нам, 966 Нью-Йорк, Гоушен, это наш почтовый ящик. Пожалуйста, обращайтесь к нам, пишите нам, мы будем рады получить, услышать вас, мы будем рады получить что-либо от вас. Задавайте нам вопросы, адрес остается прежним. Пожалуйста, мы будем рады вам, мы будем рады сотрудничеству с вами и общению с вами, мы будем рады, что вы заинтересованы общаться с нами. Еще раз повторяем, адрес для вас, почтовый ящик, 966 Гоушен, по буквам, G-O-S-H-E-N, Нью-Йорк, 10 9 2 4, 845-360-0534, а также ищите нас на сайтах, наша программа записана в интернете на сайтах, ищите нас, слушайте нас, обращайтесь к Господу, молитесь к Господу, да будет Господь с вами.